Прямо сейчас сможем обсудить ситуацию на поле боя с Николаем Григорьевичем Маломужем, генералом армии Украины, экс-руководителем службы внешней разведки. Доброе утро. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. И хотелось бы начать с цитаты, которую буквально на днях сказал один из ваших коллег, военных экспертов, по поводу того, что ожидаемые изменения на поле боя, связанные с зимой, не есть сейчас актуальными. Единственное, что может измениться на поле боя, это статистика. И статистика в основном смертей именно российской армии, представителей Российской Федерации. Какие еще изменения вы видите в тактике, в стратегии и в позициях обеих сторон на поле боя сейчас? Ну, в первую очередь, нужно сказать, что российская армия потеряла до 40% боеспособных частей. Это уже около 94 тысяч, это убитыми и 70 примерно тысяч ранеными. Это, конечно, очень мощный удар, потому что это, как правило, профессиональные войска. Вот поэтому в данной ситуации мы видим, что Россия лихорадочно, прямо скажу, проводит мобилизацию и подготовку. Они сейчас готовят на 88 центрах подготовки в России, в Белоруссии вот этих мобилизованных, быстро, так сказать, задействуют систему ВПК, работают, как они сказали, три смены, производят новые, так сказать, системы вооружения. Они поштучно, ракеты, их немного, но они изготавливают постепенно, чтобы пополнить запас. Наряду с тем, что они ищут, например, с Ирана, например, с Северной Кореи, с Африки возвращают бывшее оружие, которое они поставили, то есть дефицит вооружения. Поэтому мы видим эту проблему с сегодняшнего дня, буквально в ближайшие месяц-полтора. Вот эта ситуация не позволяет наступать очень мощно на многих направлениях и использовать именно тактику выжженной земли, ну, тотально, когда они в день запускали десятки тысяч ракет. Вот, поэтому в данной ситуации это среднего уровня, это рады, ураганы, смерчи, вот, артиллерия, конечно. В данный момент мы видим, что будет определенная пауза по направлениям именно персон, они будут стараться укрепляя именно позицию по Запорожью. Они понимают, что мы сейчас, даже зимой, можем наступать именно на этих направлениях и освобождать юг полностью, аж до Крыма. Поэтому усиление позиций там будет постоянно. Они через Крымский мост сейчас наладили именно поставки уже новых видов вооружения, и Красной резервы идут с той стороны. Мы эффективно уничтожаем, имея уже хорошую западную, именно, в первую очередь, артиллерию, ракетные средства типа «Хаймерс» и М270, которые бьют на 80 километров. Это, конечно, наше преимущество, мы будем там дальше действовать очень эффективно. Мы даже можем, я считаю, что в ближайшие месяцы очень эффективно действовать не только тактически, но и стратегически на юге нашей страны. Конечно, противник будет в ближайшие буквально дни и недели очень мощно пытаться наступать на бахмутском, авдейском направлении. Это уже не просто стратегия в плане захвата территорий. Это уже момент истины для Путина. Путин уже десятки раз ставил сроки захватить бахмут, захватить Краматорскую перспективу. То есть всю Донецкую область. Они в своей риторике уже говорят, мы все равно будем добиваться. Даже и сам Медведев, вот дальше, он сказал, как они будут массово, надо сказать, это все площадно уничтожать. Затем уже Путин вчера буквально заявил, что он решит задачи спецоперации и подтвердил Пескову. Но бросает это направление бахмута, авдейка, конечно, все стивы, которые остались. Те, которые еще были в профессиональных частях, это части морской пехоты, как они считают, элита. Но мы их уничтожаем постоянно. Это вагнеровцы, которые вообще, Пригожин обещал, что они сами справятся с задачей на противовес даже военным. Полный провал. Ну, бросают, конечно, мобилизированных все больше и больше, но они не подготовлены и, конечно, уходят с поля боя часто. Или гибнут, как правило, или сдаются в плен. Конечно, паника растет. Поэтому сейчас очень опасное, конечно, направление бахмутско-авдейское. Очень сейчас боятся прорыва на Кременную и Сватово. Это тот формат, который позволяет нам выйти прямо на Северодонецк, в Лисичанск, в Северодонецк, даже на Луганск. И, возможно, удары с тыла вот по этой группировке бахмутской. Поэтому пытаются укрепить позиции и по бахмуту, но атаковать. Тут уже задача стоит захвачивать, захвачивать. Николай Григорьевич, я хотела вот что у вас спросить, учитывая выше с вами только что сказанное. Жест доброй воли, как они его называют, продолжается. Мы это наблюдаем. Но с чем тогда связаны заявления того же Пескова? И, конечно же, это ретранслируется мысль Путина о том, что их цели основные – это вернуть то, что они считают своим. То, что они считают своим. Имеется в виду, конечно же, это Херсонская область, Запорожская область. То, что было заявлено красиво тогда со сцены, вы помните, да? На чем базируется вот такой вот их оптимизм, учитывая то, что ни силы действующей армии, ни оснащение, ни пополнение боевых запасов, ну и, в общем-то, жест доброй воли, как я уже сказала, продолжается. Это из области бреда, либо у них какие-то все-таки есть надежды на какие-то можно, возможно, в обход санкциям поступления оружия? В первую очередь нужно отметить то, что Путин стратегически проигрывает. Проигрывает и идеологии, и философии, и самое главное – на поле боя. Что бы ни делало, он сейчас ни мобилизация, ни стягивание всех сил, которые они пытаются со всей России, не решает задачи. Вот сейчас начали очень мощное движение недоверия. Это пока скрытое, в первую очередь связано с тем, что не реализованы, так сказать, задачи войны. То, что Путин обещал россиянам, что они захватят территорию, всю Украину не состоялось. Поэтому сейчас уже спасают режим. Нужно демонстрировать, что есть еще силы, решительность, и что он решит эти задачи. Он как мантру повторяет, что мы решим, так сказать, задачи спецопераций. И отступает, и мы их разбиваем. То есть все получается наоборот, как обычно в его, так сказать, стратегии по Украине. Я помню, что он Януковича поздравлял два раза, и все время падал, так сказать, его, так сказать, поздравления. Это удастся. Сегодня он уже боится за себя. То, что именно мы, соответственно, полностью разобьем их, так сказать, войска. А с другой, самое главное, в России начнутся брожения. И в окружении уже будет недоверие, и будет стоять вопрос о самом Путине. Поэтому сегодня пытаются собрать все резервы, угрожать ядерным оружием, повторно уже. Потому что нужно чем-то угрожать, что он еще сильный, что он еще большой, что он поставит западный ультиматум, он пойдет на переговоры. А Украине он, соответственно, решит задачи по захвату и пока локально говорит, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областей, но и в целом Украины. Потому что он же показывает, что он якобы Петр Первый. Это для россиян, но уже сам он это не верит. Он же видит, что ситуация очень, так сказать, критическая. Поэтому пытается еще, еще у него надежда есть за счет новой мобилизации, новых ресурсов бросить сюда и хотя бы частично захватить какие-то территории. И убедить россиян, что он еще задачи решит, Россия присоединить территории, и, соответственно, он будет опять начать в голове режима. Этого не будет, и он уже понимает это все. Но в перспективе думает торговаться с Западом в плане того, как сохранить режим на каких-то условиях, возможно, даже в определенной ситуации выхода. Но сейчас он хочет дальше захватить территорию, говорить, что да, я тут остановлюсь, давайте паузу, давайте мирный договор, гарантия безопасности для России, и мы дальше не будем двигаться. А фактически будут готовить новые агрессивные планы. Вот этого точно не будет. Но он думает, что и активизация военных действий, массовыми обстрелами мирного населения, и особенно инфраструктуры, и энергетических объектов, и угроза ядерным оружием, это факторы понуждения, конечно, наших партнеров и нас к условиям переговоров, и он их будет, типа, достигать в ближайшее время. Он просто ошибается, что уже процесс пошел так мощно против него в мире и в Украине уже в плане реальных успехов на поле боя. И что мы с каждым днем усилим свои позиции, с каждой недели усилим, так сказать, возможности тактических, стратегических наступательных операций. Получаем мощнейшее вооружение и технику, и систему противовоздушной обороны против этих всех, я прямо скажу, террористических актов, актов геноцида против граждан Украины. Это уже все понимают, включая китайцев, турков, индусов, которые раньше как-то говорят, да, это их там конфликт, мы там утручаться не будем. Они уже понимают, что игра идет уже по-взрослому, скажу, уже идет на уровне ядерного противостояния. Поэтому уже Путину жестко ставят ультиматум, не допустить использования ядерного оружия. Многие страны говорят уже, давай уходить с Украины и, соответственно, заключать мирный договор. Даже его партнеры, неформально, неофициально, но эта оппозиция звучит. И он скоро будет в полной изоляции, даже по тем направлениям, где он имеет определенную поддержку. Поэтому сохранение режима – это еще раз единственный формат, который он может как-то пытаться использовать за счет активизации военных действий. И думаю, что будут большие жертвы, и украинцы будут сдаваться. То есть сдаваться в плане переговоров, в плане уступок России вот в отношении этих ультиматумов. Но мы заняли четкую позицию. У нас есть та стратегия, которая предполагает полное освобождение нашей территории до 1991 года. Эта позиция будет доминирующая. И режим, при том, когда мы начнем наступательные операции, будет ослабевать и, скорее всего, падет. А тогда уже мы будем определять, какая перспектива будет России вместе с первым сообществом. Николай Григорьевич, Вы сказали еще в начале интервью о том, что юг будет обязательно освобожден. Я так понимаю, что ключевой вопрос сейчас должен заключаться в Мелитополе, в городе Мелитополе. Но я сейчас хотел поговорить о Востоке. Ольга Кириленко, это автор статьи на «Украинской правде», выложила накануне буквально большую довольно статью. Здесь и комментарии тех, кто принимает участие. Непосредственно в боевых действиях. Здесь сделано несколько акцентов. Во-первых, что россияне пытаются штурмовать «Солидар» с севера. Потом продавливают также села к югу от Бахмута. А также давят на восточную границу города со стороны оккупированных территорий. На Бахмут наступают сразу по трем направлениям. И на некоторых из них, как пишет автор, к сожалению, имеют успехи. Далее подробно рассказывает она, какие именно успехи есть у россиян. Но в чем еще главный акцент? В том, что в основном штурмуют Бахмут как раз ЧВК «Вагнер», а не регулярная армия. И они пытаются все равно так или иначе захватить этот город. Соответственно, скажите, будет ли иметь ЧВК «Вагнер» и российская армия в целом в Бахмуте? Потому что, по сути, это сейчас ключевой город на востоке. Ну, если вы говорите, тактически ЧВК «Вагнер» и другие подразделения, они пытаются окружить Бахмут, что им сейчас не удается. Да, они продвигаются на юге на несколько сот метров. Они пытаются именно сейчас зайти уже и промзону, и дальше продвигаться по городу. Но фактически это не удается. По другим направлениям они на 15-22 километра находятся от Бахмута. Поэтому мы практически нейтрализуем возможные варианты окружения, контратакуем. Несколько буквально вчера была очень успешная атака наших, так сказать, спецподразделений в силу специальных операций. Они даже показали, как это выполнять задачу. Мы видим, какие перспективы действия противника, имея хороший разведданные и движение как раз и ЧВК «Вагнер», и резерву. Поэтому не будем раскрывать ряд деталей, но готовим соответствующие операции для не только контрудара или обороны, но и проведения более эффективных операций в районе Бахмута. Это то, что сейчас может иметь очень эффективный успех. Когда мы перемалываем, это правильная тактика, очень громадные силы, включая вагнеровцы, то, что их сравнительно немного, потому что часть уже и большие даже это зэки, и они используют комплексы, профессионалы и зэки, как бы такой конгломерат, и их бросают вперед, а профессиональные части или командиры координат их деятельности или контролируют, чтобы они не бежали с поля боя. Поэтому такой метод, да, за счет профессионализма в определенной ситуации как-то срабатывает, потому что их очень много, и самое главное, применяют вал в огнях. Вот даже мы смотрели, как по Авдеевке, все запрещенные средства ведения войны, огневые валы, это все используют, это выжженная земля идет. Поэтому, конечно, мы сохраняем личный состав, но очень мощно уничтожаем противника, включая эту, к условным кавычкам, элиту. Вот каждый день мы смотрим, что 500, 600, бывает 800 представителей агрессора, конечно, уничтожены, включая Бахнеровцев десятки. Поэтому в данной ситуации это очень эффективная система, там, где концентрируется противник, надо носить туда удары мощно, и, конечно, уничтожать большое количество и живой силы, и техники. Вот такая тактика сейчас работает в плане обороны, в плане наступления и контратак. Это уже новая тактика, она может применяться в Бахмуте. Я думаю, что мы Бахмут сдавать не будем, вот так как имеем еще направление Луканска. Это тоже та тема, которая сейчас будет развиваться дальше. Будем продвигаться не только с ватного криминала, и, возможно, будем двигаться уже и ударами с флангов по Донецкой области, включая Бахмутское направление. Это перспектива, которая даст возможность перейти к наступательным операциям и освобождению территории Луганска и Донецкого региона.